Музеи Крыма и Севастополя получат государственную поддержку в приоритетном порядке. Об этом заявил Дмитрий Медведев, который находится на полуострове с рабочей поездкой. Премьер побывал сегодня в галереи Вазовского в Феодосии. Она была основана самим художником, а после его смерти передана городу. Глава правительства осмотрел литературно-мемориальный музей Александра Грина, который располагается в доме, где жил писатель. Позднее на совещании Дмитрий Медведев сообщил, что до 2020 года на сохранение объектов культурного наследия Крыма будет выделено более 2,5 миллиардов рублей. При этом премьер отметил, что необходимо не только реставрировать памятники культуры, но и комплексно подходить к их содержанию. За два года с момента возвращения в состав России на развитие музейного дела выделялись средства. Они, конечно, не фантастические, но для нашей культуры, в общем, достаточно приличные. И они не идут ни в какое сопоставление с теми средствами, которые тратились в предыдущий период. Общее состояние тоже далеко не блестящее. Нужно восстанавливать здания, помещения, коммуникации, инфраструктуру. Сейчас мы стараемся решить эти задачи, включая, что тоже немаловажно, обеспечение безопасности, оснащение помещений охранно-тревожной сигнализацией, системами автоматического пожаротушения и многим другим, о чем вы хорошо знаете и чего, к сожалению, в прежние годы не было в музеях. По состоянию собственной музейной коллекции, основного фонда, вот то, что мы видели сейчас в музее Вазовского, каждый четвертый музейный предмет нуждается в реставрации. Мы ведем сейчас работу над созданием филиала реставрационного центра Габаря в Крыму. В прошлом году купили специальное оборудование для крымских музеев. Наверное, нужно поднимать вопросы о том, чтобы какие-то особо важные музеи были прикреплены к федеральным большим учреждениям реставрационным.